Здравствуйте, товарищ инженер, меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра Satisfactory, и мы продолжаем строительство нашей долбофабрики. Сегодня у нас немножко больше народу, чем обычно, поэтому я со всеми здороваться отдельно не буду, а поздороваюсь массово. Так что всем здравствуйте, и это ребят, здравствуйте, я пошёл. Ребята, вас. Всем привет. Всем привет. Добрый день. Да, сегодня у нас... Попробовали мы добавить больше человек, так что сегодня будет 5 помощников у меня. До этого было 3. Посмотрим, будет ли у нас игра зависать. Если игра будет зависать, придётся тогда что-то тут шаманить, клеить на монтаже или что-то ещё делать. А я сейчас хочу залезть вот сюда на вышку, потому что меня просили показать некоторые вещи, что я нифига не показываю, говорят, на вышку не ползаешь, ничего не видно. В общем, то, что было сделано в конце прошлой серии, сейчас мы будем наводить марафет. Сейчас всё будет делаться по уму. У нас есть некоторая тактика, мы её будем придерживаться. Вопрос в том, сколько времени это займёт. Я не знаю, сколько это времени займёт. Может быть, 2 серии, может быть, 3, может быть, 8. Но будем всё это делать потихоньку. Ребятам задача поставлена. Собственно, я сейчас тоже буду заниматься некоторыми вещами. И о них как раз-таки сейчас и... Как раз-таки сейчас и расскажу. Это адская лестница. Я уже говорил, да, что тот, кто придумал такую лестницу, он после смерти в Архангельск попадёт. Наверное, да. Так, в общем, Костя, ты чё, пошёл заниматься, да, делишками своими? Я пошёл, это нефть открою. Нефть открою? Закрыть потом, не забудь. Да. Да, у нас, кстати, насчёт исследований. Я сейчас сам туда вниз туда спущусь. А у тебя сделаны кубы уже? Да, вот сейчас забрал, 94 куба есть. Ну, ты закидывай, я тогда запущу эту космическую газель в воздух. У нас на данный момент здесь снизу достаточно много всякого трэша и колхоза. Это сейчас будет всё планомерно переноситься вверх. Вопросы задавали в комментариях, почему колхоз такой, чё за дела вообще, почему так всё плохо. Да, потому что старт массовый, он сложен. Тяжело управлять кучей людей, руководить, координировать действия. Ну, на записи я имею в виду. В тёшану, да? Да нет, не в тёшану дело, на запись просто тяжело это всё делать. Чё, закидывай, скажешь, когда готово будет. Проблема как раз таки в том, что именно на запись. Потому что если делать по сценарию по какому-то, всё гораздо проще будет. Спасибо, тётя. Кварц я исследовал. Следующее. Вообще, надо бы, конечно, на обелиске бы начать делать, чтобы всякую гадость расчищать. Но чё-то хрен её знает. У нас больше нечего, да, наверное, исследовать. Слушайте, кто-то может, там в ящиках лежит... Лежит катерий, катерий его руда. Нужно сделать слитки и из неё сварить 100 проволок, закинуть её в мамку и исследовать. Чай, я вниз как раз убежал. А, ну ты... Только я не знаю, в каком ящике тут это всё лежит. У меня в кармане. А, то есть у тебя весь... Ну вот, где-нибудь обменяйтесь. Ты закинул, пусть... Да, закинул, вижу. Да. Я тогда запускаю сейчас на обработку нефти. Куда это, говоришь? Чё с катерийной проволокой сделать? Катерийные слитки и закинуть в мамку 100 катерийной проволоки, чтобы начать исследование. Так там закинуться. И чё там не закинуться? Запустить? А ты проволоку закинул уже? Да, ещё в прошлой серии. Блин, ну запускай. Там просто 23 минуты оно будет делаться. А пускай делается. Какая разница? Нам всё равно больше исследовать нечего. Я просто думаю, какой сейчас ранг на исследование поставить. А вон, альтернативные железобетонные эти. Не хочешь запустить? В четвёртом ранге. Она уже закинута была? Нет, но у меня... Ладно, потом. Я, в общем, пошёл заниматься. Сам тогда можешь это курировать как-нибудь. Или кто-то из ребят пускай делает. Ну, железобетонных этих балок сейчас... Ой, обычных балок сейчас наделается наверху. Ну, окей, хорошо. Я тогда пошёл делать... Так, мне надо взять пластины. Я сейчас сделаю каркас под наш будущий цех. Так, а тут у нас... Вы, Михаил, что делаете? А, по пластины? Я усиливаю снизу пластины, да. Я надеюсь, там никто пластины не забрал, чтобы мне сейчас стенки построить. Должно быть больше. Я отключил просто усиливаем их. А, ну, окей. Михаил, вы лагаете? Не знаю, если вы внизу, то я там ничего не брал. Я не знаю, возможно, лаги связаны как раз таки с тем, что все за коннекшеном, но это вряд ли. Тут, к сожалению, в игре пока что нормального дедекэти сервера нет. Что есть печально. В общем, задумка у нас какая? Мы сейчас сделаем несколько массивов, которые будут производить основные базовые ресурсы. Это железные, медные, стальные кирпичи. Я не знаю, почему они как кирпичи тут выглядят, ингот, которые слитки. И бетон. Это все будет выведено на некую ленту, шину. И это будет как бы такой у нас стартовый завод. Все всякие промежуточные базовые ресурсы. Ну, я не знаю, как их назвать. Такие моторы, проще. Кубы. Вот это все для того, чтобы все это исследовать и в лифт закидывать. Мы будем делать здесь в неком, в таком... Не знаю даже, как это назвать. Ну, в общем, такие стартовые цеха. Совсем массовое производство. Это чуть позже будет где-нибудь в другом месте, чтобы потом по железке соединять. Не знаю, как это получится, конечно, все. Посмотрим. Так, здесь у нас... В общем, идея какая? Здесь пойдет у нас шина. Под нашим фундаментом. Так, здесь пойдет... Я, кстати, Костя, мы, наверное, не очень правильно посчитали, может быть. Тут, видишь, вот эта вот коряга сверху идет. Ребро или что-то такое. Оно, возможно, упрется у нас в наш модуль здоровый. В цех, да. А, сейчас посмотрим. Не-не, хотя норм. Если что, можно, наверное, двинуть бы. Видишь, тут... Либо... Вот это ты, да, сейчас ставишь? Да, это я. Или рот тут у нас начинается цех. Где дырки я выкопал? Вот здесь две должны идти по... Да. Ну, а ну, видишь, попадает на эту. Я думаю, может быть, сместить ее на одну клетку. Не-не-не, сейчас, подожди. Я хочу посмотреть по высоте, сколько она... На какой высоте она будет, это... Высота, это же... Просто если шину туда запитывать, она ведь мешать будет. Вот в чем проблема. Не-не, я не понял. Я хочу посмотреть, на какой высоте это кольцо наверху находится. Ну, посмотри. Тут, знаешь, как было сделать? Как в Савандесе было сделано, что высота пишется. А, над уровнем моря-то? Ну да. Так, а мне сейчас нужно стены. Как в чем не пригодится эта штука? А, блин. Ну, слушай, она прям аккуратно мимо идет. А, она дальше идет. У нас дальше еще даже площадки нет. То есть она не будет мешать? Ну, текущей площадки нет. Если мы будем его дальше увеличивать в сторону от маяка, от лифта, от этого космического. Ладно, разберемся. Блин, забыл еще одну поставить. Сейчас все равно пока массив переделывается, сколько на это время не уйдет. Фиг ее знает. Блин, когда они сделают так, чтобы стены по-человечески как-то магнитились? Здесь вообще непонятно. Вот, кстати, по поводу массива я говорил. Здесь начали собирать уже, ребята, потихоньку. Несколько будет. Они сейчас, опять же, особо тут по рейтам не учитываются. Просто сделан запас. Потому что станки, которые ничего не производят, они энергию не потребляют. По крайней мере, насколько я понял. Тут еще ничего не запитано. То есть вот здесь будет как раз-таки первый массив. Что-то тут какая-то парашизм. А, это с этой. С херовины. Первый массив дальше это будет отгорожено. А вы не будете, да, стенкой-то отделять? Ну, а, ты мешай до бете? Да, ребята что-то поспешили. Тут столбы, видишь, они стоят. Они же прямо в месте, где стенка идет. Да, я сказал, столбы перенести. Ну да ладно. Ладно, не суть. Столбы можно идти ближе к теме. Я просто не сносилю их. Столбы можете поставить на сплиттеры. Там в комментах писали, что можно установить столбы на сплиттер. Соответственно, место сэкономить. Я не знаю, правда это или нет, я не проверял. В общем, здесь будет один массив, потом второй массив, третий, четвертый. Ну, четвертый будет с той стороны начинаться там, потому что сталь. Будет сталь нам нужна, все равно будет в больших количествах. И все это хозяйство будет выводиться вниз на ленту. То есть, таким образом мы сформируем нашу стартовую базу. Не знаю, конечно, насколько она тут совсем стартовая будет. А здесь, сейчас я соберу примерно каркас, чтобы понимать, как это все было. Красить мы ничего не будем, естественно. Потом, наверное, когда-нибудь. Надо будет маляра какого-то нанять. У тебя у нас тут есть желающие? Желающие красить угольный генератор. Так, а снизу идея была, значит, сделать следующее. То есть, тут в организации некоторые помостки направить вниз. Не знаю, где они тут влезут. Сюда, может, один. И как-то так. И здесь просто такая обслуживающая дорожка будет. Вот, потолком. А чуть позже, когда все снизу перенесется, там, наверное, будет какой-то фундамент. Так, Фетя, нам надо было... Что? А, вывести влево, да, получается, шину-то? Какую шину? Ну, с эти... С эти... С эти железные... Железными слитками. А куда хочешь, туда и выводи. Ты же ее потом можешь гнуть как угодно. Прям там вот под стали. Никто же не мешает это делать. Ну ладно, чтоб не переделывать. Нет, наоборот, чтоб переделывать. Тут тянуть все так. Переделывать, мы не будем это делать. Миша, я там, в общем, проект пока что этих... Как их называть, штуки-то? В общем, фигня, по которой ходят. В воздухе висит. Я понял. Помостки? Вам помостки? Ну, называйте как угодно. Можешь потом от нее плясать. Я понял, как отправная точка. Ну да. Так, здесь, значит, у нас будет три модуля. Модули будут 3 на 5. Сейчас покажу, какая тут, собственно, идея у нас есть. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Модули были... Сидели мы тут занимались всю эту неделю, пока я читал комментарии и публиковал ролики. Пытались что-то такое сварганить универсальное. В общем, пришли в итоге к тому, что будем делать... Ну, будем основные производства пытаться запихать вот в такие блоки. Много разного было перепробовано. Можно было, конечно, поглядеть у каких-нибудь буржуинов где-нибудь. Но что-то решили сами делать. Частично что-то подсмотрели, взяли идеи, но все равно вот эти все модули в целом такой самопал. Так что посмотрим, что из этого получится. Я сейчас ребятам здесь намечу каркас некий, ну и параллельно буду рассказывать, в чем суть. Как раз-таки получается вот здесь три таких модуля. Стенками они отделены. Все это, естественно, изнутри точно так же стенками будет, наверное, отделяться. Ну, по крайней мере, задумка такая есть. И вот эти модули, они... Так, что неправильно сделал. Их можно как угодно комбинировать. Единственное, что все это закомментировать лентами по-человечески, чтобы ресурсы подавать. Вот получается, раз, два, тут третий модуль. Дальше можно точно так же ставить три модуля. То есть они расширяются в сторону и в высоту. В принципе, эта идея довольно неплохая, на первый взгляд. Как в итоге получится, черт его знает. Такие вот дела. У вас там как дела, товарищи? Да, я вот Дэн тут понаставил. Сейчас я подключу, чтобы это все красиво выглядело. Все круто, но переделывай? Не-не-не, чтобы все круто, все красиво выглядело. Сегодня, кто не понял, у нас все эти же самые лица, которые были в первых шести сериях, плюс добавился ультракод. Как раз у нас получается шесть человек. Кому любопытно, можно задействовать. А ты на руду третьей конвейерной ленты хватит или нет? У меня запас есть, в принципе, этих стальных балок. Я ничего не понял, что ты сказал вам. Я говорю, на железную руду хватит третьего тира балла, это конвейерной ленты. Мы же считали, сколько она выдает. У нас, у тебя лента выдает 270. У тебя ленты не хватит, чтобы руду... Вот мы второй тир поставим, добывалки, ленты у тебя не хватит, чтобы все забирать. Он больше будет производить, если вы ускорите его. А в данный момент? А в данный момент не знаю. Поставь ее же проапгрейдить можно, если что. У нас сейчас производство стали на вот этот ряд... Ой, не стали, железо, на этот ряд. 270. Вот что поставил? Сейчас задача сделать разводку. Проапгрейдить ее можно в любой момент, когда ресурсы появятся. Что толку сейчас? Пытаться считать. Бесполезное занятие. Так, все эти железо мы сразу вниз вводим или сначала где-то его шиной сбоку введем? Да ты можешь внизу шиной ввести просто и все, вот как мы договаривались. То есть поставить стенку с этими, с портами. Ввести там снизу и если нужно будет по необходимости, допустим, пластины сверху делать, просто вверх поднимаешь лифтом его. И оно так аккуратно получится. Главное, когда ты доведешь его до электростанции, загнуть его сюда, чтобы он здесь у нас пошел, по нашему ряду. То есть сразу можно вниз? Можно сразу вниз, без разницы. Я думаю, в принципе, это нормально будет. Никому это мешать не будет. По крайней мере, все это аккуратно получится. Настолько, насколько можно, конечно. Я не знаю, я тут пока вот этими воротами поставлю, как в итоге получится. Фиг его знает. Посмотрим. Все равно тут делать. Так, неправильно. Там телега прилетела, кстати. На, прямо. Ну, нормально вообще, прямо сквозь бетон туда, уйти вниз. Там нечего больше запускать. Никто там снизу не ходил, не смотрел. Видимо, нечего. Железобетон альтернативный можно запустить. Да, там балки делаются. Сейчас я накину тебя. У меня есть стальные балки, могу, в принципе, дать. И шурупы есть. Не-не-не, у нас же они делаются. Ну ладно, окей. У нас пока сейчас только сталь не разобрана. Все остальное разобрано наверху. То есть сталь делается. В общем, здесь у меня задумка какая. Я тут хочу поставить платформу прыгательную. И поставить желе по середине. Чтоб можно было наверх забираться. Потому что мы сейчас без житпаков просто устанем туда ходить. Примерно вот каким-то таким образом сделать. Как это получится в итоге, я опять же не знаю. Потому что оно в голове есть, примерный план. А как оно на деле будет, придется тут... Ну, чтоб красиво-то было. Придется тут экспериментировать. Так, здесь тогда получается что-то типа того. Запускать? Запускай. А что ждать? Здесь что-нибудь накинем. Можешь еще что-нибудь накинуть. Если ресурсов хватит. Кремни можем накинуть. О, карта будет открыта. Да, закидывай, если он есть. Карта, кстати, нужна. Ну, пригодится, я думаю. А мне нужна жилеха вот эту. Нужна мотня. А там диджетпака нам далеко еще? Наверное, да? Седьмой тир, по-моему. Сейчас посмотрим. Я просто не знал, забыл. Не, не, шестой. Реактивный ранец на шестом тире делается. Нужно 75 усиленных каркасов. 150 моторов, 75 компов. Понятно, значит, устанем. Компы все равно тоже тут делать. Нефтянка нужна. Нефтянку можно было бы, в принципе, развернуть потихоньку. Но я думаю, сначала на все-таки, наверное, каркас поставить. А, вы здесь уже подвели, да, я смотрю? Ну, тут вообще по красоте уже получается. Ребят, если есть у кого возможность, доделайте вот это текущее исследование. Там моторов 10 надо, 7 из каркасов, 100 роторов. Так, я что-то забыл, зачем я пошел-то? Ты меня, Костя, сбил, в смысле? Федя, ты можешь убрать блок. А ты где? Я примерно под теми стропилами, которые ты делал. Ну, где пластины. Я вниз упал. Извините. Сейчас. Что такое? А, электричество отрубали. В каком... А ты какого цвета? Непонятно пока что. Я не зеленого, не светло-зеленого, не красного, не розового, не оранжевого. У каждого свои цвета. Угадай, кто я. А тут был оранжевый. Чего надо брать? Вот тут на первом этаже куб стоит. Убрал. А, вижу. Блин, тут, конечно, нагородили, попробующий соединяю. Зачем ты здесь временно это тратишь? Ты по-быстрому сделал, ушел. Потому что мы сейчас все равно-то будем все вверх перенесить. Мне кажется, смысл вот нет, заморачиваться. Совсем то, что. Это надо будет за... Сколько мы тут сможем записать? Это нам будет все перенести. Короче, я часть мастилов переключаю. Тут столько нам не нужно болтов играет. Переключай. Блин. Пластины начали уже делать. Потому что скоро мне, например, понадобится на каркас очень много пластин. Да и в целом, кто тут будет делать, пригодится. Кость, вопрос есть. Ты видишь? Да, что где? Ты его тут видишь, конвейер? Где нет? Так его и тут нету. А он тут есть. Его надо разобрать, наверное. Надо Федора. А, он тут есть. У нас сейчас весь геймплей превратится в разбирание невидимых построек. Так пока пусть остается. Вы дальше делайте. Он же работает и он есть. Поэтому как бы забейте. Вы запомните просто где он лежит. А дальше уже будем по ходу дела смотреть. На незаписи сделаем. Ну, как вариант. Сейчас просто, чтобы не отвлекаться на это. Ну, зачем просто это выводить на запись, я читаю. Не знаю. Это же контент. Подписчикам это не нужно. Подсничники. У меня аудитория, Костя. Простите. А у тебя подсничники. Подписки че. Высота будет, в общем, 2, 3, 4, 5 стен в высоту. По крайней мере, у нас задумка такая есть. Так, сюда. Солнце слепит как-то. Блин, а этот турбин что ли? Звук такой стоит. Точнее. Я все около турбин, когда стою, вспоминаю свою работу на станции. Тоже гул такой же примерно был. Только очень громкий. Так, сидеть. Кость, сколько надо половик ломить на медные эти сливки. Чтоб 8 поставить. Сейчас. Сейчас. Я тебе скажу. Сейчас, смотри, сколько там. Я бы поменял, он с первого на второй. Да, мы без жидпаков, конечно, устанем тут это делать. Михаил, вы готовы ноги ломать? Да. Вот тут, кстати, уже почти 400 пластин есть. 240 руды производится. Но 30 потребляется. Ну, блин, 240 подели на 30. Я знаю, 8 что. А что ты тогда у меня спрашиваешь? Он тебя знание математики проверял. Вдруг ты в математику не можешь? Адские тролли. Кто? Влад, кто? Ну, кто же должен быть таким? Ты. А я-то что? Я вообще сама доброта. А я натроллюсь. Я сама доброта. Я бы сказал бы, да не на запись. Матами что ли хочешь мне тут объяснить что-то? Почти. Это как шутки за 299. Плюс 1? Да. Так, у меня кончился бетон, что есть печально. И жиле я так и не поставил. Слушайте, я никто не помнит, жиле требует электричества? Хотя, ладно, сам посмотри сейчас. Да, требует. А, 5 мегабайт. 5 мегаватт. Больше чем одна плавилка. О, блин. Не, криво поставил. Блин. Вот почему они не сделают описание размеров прямо в игре, да? Что-то я вообще понять не могу. Так бы хоть можно было. Ну да, такой все, конечно. Каждый раз залезать в Википедию или сидеть читать, как мы это делали. Она походу, она походу не симметрична, да, плавилка-то? Ой. Прыгалка эта дурацкая. А-а-а. Остановите меня. Жиле я на платформу не могу нормально поставить. Ну да, она какая-то не симметричная. Она в одну сторону симметрична, в другую нет. У меня поехали аномалии, ставлю конвейер. Ой, разве, видите ли, он просто исчезает. Продить нельзя. Я сейчас за бетоном пойду, давай я там разберу, что тебе надо было. Ты только где находишься, скажи мне. Наверху, возле кости. И плавилка. А это что здесь за поперечные плавильни такие? Зачем оно здесь? Ты о чем? Где? Что? Может ты прометь, который мы еще не разобрали? Нет, Влад тут бегает, что-то ставит вредитель. Да это Влад. Влад, зачем ты увеличил количество плавилок здесь? Нахрена они здесь нужны? Блин, плавилки должны идти не так, а поперек. Ну, вдоль смысле. Ну, поперек, смотря как смотреть. Так, что разобрать, показывай. Здесь, вот тут. Ты их видишь тут? Да, один. Второй, что еще? Да, все. Влад, ты зачем там плавилки-то так ставишь? Они вот так должны стоять, как на железо. Они все одинаково должны стоять. Я все сейчас разберу. Нет, ты весть, а не разбирай. Пускай цех пока работает, пока не запустили производство меди. Тут, кстати... А, тут уже руда, да, поехала по чуть-чуть? Блин, как туда забраться? Уйди. Я инспектор. О, залез. Производственный паркур. Ну, довольно неплохо уже получается. Надеюсь, к завтрашнему вечеру переделаем. Да, бетон бы, конечно, еще наверху есть. Бегает постоянно вниз. Наверху же есть. Там стоит отдельно. С этим, со складом. А где, в каком месте? Ну, я переставил на первую серию или на вторую. А, понял, да. Ты про тот имеешь в виду. Окей, окей, хорошо. А, но мне все равно за пластинами нужно идти. Какая разница? Я тут подобрал. Рядом с лифтом. А карты все еще нет. Мейкни? Рядом с лифтом, где сталь разрабатывается. А, ну, окей. Да ладно, пофиг, я пошел вниз. За пластинами. Мне быстрее просто вниз сходить, чем вспомнить, где что находится. Пока это все не структурировано. Потому что пока эта структура делается, как раз у нас несколько серий уйдет. Наверное. Влад, твой стиль игры, он с Факторио, с Боба и Ангел вообще не поменялся. Просто как было, так и осталось. Стабильность — признак мастерства. Ты в курсе, да? Ты прямо, ты просто как Брусли у нас. Ты один и тот же прием изучаешь миллион раз. Выбираем все. А есть какой-то хот-ки, который позволяет все забрать из ящика? Чтобы просто не кликать. Нету? Там есть кнопка «Забрать все». Я понимаю, но на нее надо мышкой наводить. Что-то у меня такое ощущение, что у нас уголь, да, заканчиваться начал, нет? Нет, с углем все хорошо. Просто медленно выходит. Михаил, а вы чем занимаетесь? Закончил вот эту оптимизацию. Потом отключу электричество. Пластин, говорите, много? Тут 50 пластин всего. Их вообще ни на что не хватит. Я могу дать. У меня их тут штук 400-500. То есть ты все пластины себе забрал, да? А я, как идиот, бегаю на видео. Ну да. По-моему, ты стал Владом. Какие чудесные компаньоны у меня. Ну давай около стали соберемся сверху. Бягу. Так, у нас что исследуется-то? Джетпак? Нет. Этот исследуется. Что там было-то? Карта. По идее, там должна быть карта. Да, ну там 10 движков, 9 движков осталось. Так, Михаил, а вы где? Бегу наверх к стагу. Короче, давай с торца, где у нас железные кирпичи будут выходить. О, аллилуйя. Я кое-как вывел. Кирпичи будут выходить тебя, когда я начну строить. Ты куда убежал-то? Я не в той стороне. Блин, я спустился вниз за бетоном, ты меня заболтал, я его так и не взял. Я сейчас буду полсерии бегать туда-сюда. Ну ты, кирпич вышедший, ты где? Наверху. Возле твоего творения. А-а-а. Ты сказал, средимся возле стали. Стой! И не шевелись. Скидывай вот в этот бачок. Скинул. Дэн, ты заметил, что версия тебя сообщения не... Эти не делает. Потому что до него тупо ору, да не дошла, по-моему. Да, а загляни в плавилке, там 100 железных слитков, они тупо не идут. Тут либо косяк с соединителем, либо косяк с лифтом. Ну, лифт развернут правильно. А как он там соединился? Соедините тоже работает правильно, я по-желтеньким ориентируюсь. Я понял, в чем прикол. Все круто, но ты понял. Но лифт не сезаконнектился, правильно? Да. Ну, сорян, типа. Усильте кто-нибудь в производстве, а вот в железных пластин. Михаил, вы можете... И усилив, оно идет, оно только началось. Там три завода сразу на пластины работают. Короче, ты понял, да? Вот это будет, как у нас, порядок, вот этот ход. А, почему вот вход, да? А вот тут почему... А, ну да, тут же два блока, тут будет крылка. А вот здесь у тебя должно быть, по идее, не окно? Остановитесь. Все, понял. Я все не привыкну, что у нас с каждой стороны по два блока. С электроэнергией чуть позже разберемся. Ну, в смысле, как столбы распределить? По-взрослому. Теперь надо вспомнить, как я строю, типа, мостки и лестницы в небесах. Да не надо пока лестницу, надо через прыгалку сейчас это все сделать. Ты сейчас эти лестницы будешь неделю собирать. Сейчас задача собрать корпус. Корпус в четыре этажа. Подсоедини вот этот столб лучше к электричеству. А за краш-сайтом мы вместе пойдем? Зачем? Жесткие диски, как говорят. Мы ходили несколько серий назад. Я думаю, можно будет через пару записей сделать очередной поход. Единственное, что я не знаю, в какую сторону идти. Тут видишь, в чем проблема? Они сейчас многие начнут требовать не электричества, а всякие детали, которых у нас может просто не быть. Поэтому может получиться так, что в пустую сходим. Но я не знаю, они рандомно постоянно детали требуют или во всех местах одно и то же. Вот это я таки не понял. Ну, изначально одно и то же. Как они упали, так они и стали. Ну, то есть, если в одну игру один дроппот требует 50 мегаватт или 3-что, то и в другую игру он будет требовать 50 мегаватт или 3-что, так? Ну, места как бы не меняются. Нет, места только я. Я понимаю, что места не меняются. Условия открытия капсулы? Скорее всего, не меняются. Если не меняются, то надо вспоминать тогда те, которые легко делают. Ю-хуу. Вот бумаги, не такой, как должна меня. Я хотел так, чтобы с этой стороны выхода было, где я сейчас стою. То было немножко перпендикулярно железу. Пень перпендикулярно? Я знаю, что будет мост и через мост. Ну, сходство, сходство, чтобы было небольшое. Знаешь, как мы вот сюда будем заводить и медь под третьим местом. Фанаты Влада ликуют. Ну, ты понял, Федя? Влад, ты, пожалуйста, мысли свои сформулируй сначала, а потом. Нет, Дэн, этими листами. Я понял, ты их отодвинул просто. Да, я на один метр отодвинул, потому что лифты на самом деле занимают не 2 на 2, а 4 на 2, блин. Вот, видишь, и оно теперь пошло нормально. Ты давай еще сдохни там от недолета. Я говорил, давай я лестницу построю. Нет, железку, железку. Строй лестницу, ладно, уговорил. Там, где мы договаривались. Ну или на углу можешь ее построить. Вот, кстати, знаешь, где ее можешь воткнуть? Видишь, куда я фундамент ставлю? Ну да, там же от входа буду плясать. Вот где я фундамент поставил. Только не снаружи, а внутри ее делай. Внутри? Да. Чтоб она не похабила вид. Как-нибудь здесь. Вот где ты стоишь, да, вот на этом блоке. Вот прямо там и можешь делать спираль вверх. И с другой стороны можно сделать, в принципе, то же самое будет. Я не знаю, это тут же все. Полет фантазии. Просто оно так вот, как завод выпил, а, господа, снаружи. Я вот что думаю. Надо желе, наверное, переставить. Все круто, но... Блин, какой ад, а, с этой установкой. А вот... То, что ты внизу, Дэн, разобрал фундамент, это ты, конечно, молодец. Ну да, тут не единый, что опираться этим лифтом. Это не, я разобрал. Ну, кто-то разобрал, я не знаю, кто. Я вообще не разбирал. Ну, конечно же, никто теперь не признается. Ну что? Сам разобрал, наверное, не на всех сейчас. Гонишь. Да. А как? Кто еще там не нужен? Нам из стали в приоритете трубы или балки? Пока что балки. Балки нужны на третий конвейер, третий ватюр, и поэтому лучше балки. Ну, один этот не справляется, не справляется конструктор очень. Нет, а он и не будет справляться? Сталь, потому что нужно производство увеличить. Нет, здесь стали как раз-таки хватает у меня. А, конструктора сама у меня? Да, еще один, скорее всего. Ну, можешь поставить где-нибудь временно. Все равно потом все переделывать. Не, ну, а такая... Че ты, Костя, смеешься? Думаешь, как-то по-другому, что ли, тут бывает? Нет, конечно. Так. Как тут? Чтоб ноги-то не переломать. Сейчас что-нибудь придумаем. Надо вот эту штуку тоже, наверное, сместить. О, давай от лестницы ее начать тяжело, так как... Не цепляется, да? Угу. Ну, сейчас будем блоками городить. Это надо вопросы к разработчикам по поводу геймдизайна, почему он вот так вот... Я изначально сказал, у них большие проблемы. Отсутствует сетка, то есть нормально, метровая, чтобы к ней можно было привязываться. Без стройки. Там, кстати, надо что-то, конечно, со столбами еще будет сделать, но как-то убого. Сейчас пока что заходят вот в прыгалку и в жилеху. Да, Миша, будешь строить, давай сразу договоримся. Вот стенка ставится... Она может одной стороны ставиться, а может другой. Вот на одной стороне есть такие квадратики черные. Да, я уже видел, я исправил. А вторая сторона, она гладкая. Вот сторона, которая гладкая, она наружу идет. Ну, просто я уж так начал строить, поэтому так и будем дальше что-то переделывать. Что, мысля у меня какая? Как-то, наверное... Наверное, очередовать будет эти прыгалки. Так, чтобы выставить тут уже. А что тут невидимые? Е-просто. Что там у тебя? Там есть такое, там много где-то. Что, разобрать надо? Да-то да, тут много что. Да не, кстати, вроде запрыгалка нормально работает, надо только просто привыкнуть. Вот тут разделитель есть. А, да. В ад. А, Влад? Влад? Влад. А ты в какую сторону медь выводишь? Опять на косячь. В эту сторону. И в этот котел. Вот тут лифтом. Влад, оно будет выходить вот тут, Влад. Вот здесь я сейчас стою. Да, и через нее мы будем прыгать, как бы. Не, вон, там железо выходит с одной стороны. Вот тут она выходит. Окей. Посмотреть бы, чего там у меня есть. Как ничего, я умею. Чего? Федь, тебе надо сюда прийти, тут много невидимых элементов, а нам надо переделать после Влада. Игра. Влад. Блин, я вообще тут сделал их. Потом просто невидимый элемент такой, не, я пошел вот сюда. Я их сделал три раза. Константин, у тебя же сына Владом, да, зовут? Да. Это никак не сразу за меня. Зачем? Совпадение не думает. Что тут за ямы такие? Это для кого? Это для меня сделано? Нет, это сюда будет выходить медь вниз. А, это по низу ты там, а что разобрать-то надо, блин? Вот сюда, иди, вот, вот все, что тут у тебя, кроме столбов, видимо, все убирай нам, потому что оно невидимо. Блин, по наделают. Вообще капец. Все, столбы все остались. Там было два камера, что-то еще. Тут два разделителя где-то. Да, есть, разделителя я убрал. Влад, давай я сейчас сам поставлю первую, а потом ты будешь дальше делать. Хорошо? Влад, видишь, твой фан-клуб может быть доволен в честь тебя, Константин своего сына назвал. Да вот не надо тут! Ливит, ты рекусли. Видишь, какой он довольный. Все, он у меня невидимый. Блин. Опять что ли? Да, да, я с этим сталкивался. Да, он либо при сборке становится невидимым, либо при разборке становится невидимым. Перестаньте игру ломать. Вредители. Опять разбирать. Ну да. Как это ерунду. Там уже, я смотрю, два сборщика, да, Насталь-то? Или это не Насталь-был там? На трубы? Динамоторы. Вот, ну пофиг. Потом, чё, чё, разобрать-то где? На том же месте. Завод разобрать? Конструктор? Да я не знаю, да, что тут конструктор стоит. У меня скоро из-за вас разобрал. У меня скоро из-за вас полные карманы накопятся гадости. Может быть, игра тупит из-за того, что здесь несколько человек находятся? Не может такое быть? Можно. Ну, невозможно, но мне кажется, надо тупить на чё. Ты можешь это, то, что разобрал, обратно поставить рядом, всё? Да буду я тут ещё искать, что там разобранно. Ну, остановись. Вот. Отсюда, Влад, делаем дальше. Вы уже бруски-то направили металлические туда на шину или нет ещё? Шина снизу уже подготовлена, но её надо теперь куда-то везти. Ну, ты ведь видишь, где её везти? Ты видишь, где начинается у нас? Я тут занимаюсь контролированием Ашанов. А, хорошая работа. Влад. Контроль-ди. Уйди, Влад. Начальник Влада ты, что ли? Я пустого, но понял. Нет, Влад, не. А, ну, Филя, посмотрел. Так вроде она начиналась. Вроде я попал. Или надо сдвигать. Восемь штук надо влажать. Угу. На медь. Кажется, на куб надо ближе к двери сделаю, да? Ну, на полку. Я не понимаю, что ты делаешь. Мы её начинали от двери. Понял, блин. Сейчас я сделаю. Ждак, я не помню, как ты её коннектировал. Блин, всё, 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 всё прямо. Подожди, подожди, не мешай. Остановитесь. Не, это понятно. Мы её отсюда начинали, разве не от самой двери? Михаил, подождите. А-а-а, вот как ты. Я понял. Оно по-другому не делается. Тут оно делается через... Через одно место, потому что такое оно здесь. Поэтому приходится вот так вот огородить. Я понял, давай, без комментариев это оставлю. Давай. Всё, и начинаешь её вот этими подворотнями туда-вверх вести. Понятно. Можешь, в принципе, пролёт делать не такой резкий, а в два, допустим. Ну тогда я не знаю. Точнее, я не гарантирую то, что она у тебя прямо в дверь войдёт. А так она у тебя точно... Я выбираю всё, кроме подъёма. Что-то осталось там. Чё? Всё, кроме подъёма. Можешь брать, что-то осталось. Зачем? Ничего не осталось, всё нормально здесь. Я не вижу это. Игра. Ну, окей, давайте сейчас. Подожди, давайте я сделаю начало, а дальше сам. А то сейчас начнётся этот тупилов. Я не вижу это, это вижу, это не вижу. Да, что-то жёстко. Походу, из-за количества всё-таки коллизий накапливается быстрее, чем обычно. Видишь, я тебя поставил? Да. Убери свою эту гнутую. Так, и здесь. Всё, занимайтесь. Чё у вас там, Костя, ещё какая-то фигня? Тут, я боюсь, как бы сейчас игра не превратилась в то, что я постоянно бегаю и чиню эти коллижены проблемные. Может, и такое будет. Вы, кстати, разметили бы, где закончится четвёртая линия. Это 12 кубов. Там медь, там пока медь стоит. Нет, а хотя бы посередине, чтобы с другой стороны было видно, где производство разворачивать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты можешь просто прямо стенкой обозначить, чтобы граница была. Да, да, я сейчас тут Владу сделаю, чтобы он не накосячил больше. Чтобы он переделывает по 30 раз. Как не накосячил? Я ему сейчас раскину, чтобы он дальше подключал там электричество. Но там, где он не сможет накосячить, короче говоря. Ты исключаешь ошибки просто? Сразу видно админ. Сразу видно админ. Ну да, то есть он сделает так, чтобы пользователь не мог сам. Ну ничего себе. Это защита от дурака называется. Ну да, это защита от Влада. В контексте нашей игры, да? Да, да, Влад, ты не обижайся, я же. А ты уже сам разметил. Влад, ты не обижайся, он в честь... Нет, там работал, да, эти, соединители. Костя, я правильно посчитал здесь? Ну правильно, да, вот. Что вы сейчас сделали? Так, это для меди, тут для бетония будет. А что, ты вылетел? Нет, у меня какой-то звук, кто-то что строил. У тебя рабовой. Ты лагаешь опять. Вот понятно, кто из нас долбатрон-то все-таки. Так лучше, да? Но он-то обычно, ты-то что-то зажужжал возле меня, как будто кто-то строил. И у меня опять проблема. Неправильно, у меня зажжет в обеих ухах. Это знаешь, когда происходит эта коллизия с невидимым чем-то, то происходит такой зуб, типа это... Влад, я увидел. Начало с членом, потом разветвлите. Мне уже интересно, что у вас происходит. Че, Миша, у тебя проблемы какие-то? Опять, то же самое. Разобрать надо, что? Влад, вот подойди сюда, Влад. Вот посмотри на стены. Те ничего не смущает? Увиди. Меня-то покажите. Я хоть все покажу. Ну, понимаешь, стоит восемь стенок, Влад ставит стенку восьмую. Как ты думаешь, как? Правильно, наоборот. Все правильно. Кого не правильно? Теперь правильно, молодец. Я просто поставил обыкновенную стенку, а не такую. Надо, блин, в две камеры просто писать и вот эти вот приколы. Блин, возможно, придется эту прыгалку каким-то образом тут развернуть. Так, здесь идет вторая прыгалка. Эта прыгалка вроде... Она вроде как посередине куба ставится. Вроде бы. Это так... У меня ж это... Давай сейчас... Стрим шизофрени, не обращайте внимания, сам себе разговариваю. Ловил через конвейер, третий уйти. Ага, у нас тут это... Федя. Что? Дичь. Опять? Ну, да. Мы когда план вот этот пробовали на экспериментальной карте, да. У нас же вроде такого количества не было, да, проблема? Конечно, не было. Почему было? Мы просто все медленнее делали. Все то же самое было. Что вы переживаете? Не в таком, кажется, когда часы. Вы просто очень быстро... Тверх нас было меньше. Вы просто очень быстро все это делаете. Что убрать-то? Вот, видишь, где я нахожусь, нет? Нет, конечно. Я нахожусь на пятой плавилке для меди, второй ряд. Вот, видишь, нет? Видишь, где ты? Да, вижу. Ее убрать надо? Нет, нет, нет. За ней. Иди, где подача на нее. Я там убрал куб. Стоял. Вот, да. Потому что у меня не ставится. Все, убрал, да, Федя. Теперь возвращайся ко мне. Теперь у меня убрать надо. Да вы достали, вы че издеваетесь? Я чувствую. Это последняя серия, где мы такой толпой делаем. Я все-таки так думаю. Почему? Нормально же все работает. Да, мне кажется, это из-за этого. У меня тоже как-то не успел обрабатывать. По крайней мере, в районе плавилок, это из-за того, что 3-4 человека одновременно в одних всех местах, что-то конструирует. Может быть, если разнести это на расстояниях. Да, надо просто рассредоточиться, и возможно нормально все пойдет. Так. Разбираем. А, вот тут еще надо было. Конвейерная лента не видела. Дэн, ты разбираешь медь, да? Да. Так. Я тут работаю один, но у меня та же самая проблема возникает постоянно. И опять и снова. Только не пойму, откуда он наберется. Я не ставил этот помост. Ты играть не умеешь. Ну, как что-то объяснить, ну? Что там, разобрать тебе опять надо? Ну, да, на чем я стою. Так. Где ты хоть стоишь? С какой стороны? Вот да, ты сейчас подо мной. Сейчас погодь, я запрыгну. А то иначе... Недели буду. Одно масло. Как раз обучено. Смотрю, забетонные балки закончились. У нас так же там делается, да? Наверху там эти балки делаются. Да-да-да, балки мне закончились. Не-е-е. Подо мной. Мне все вспоминается сапрамат, когда нам препод постоянно говорил, рамы ебалки. Ну, задачи по сапрамату решаешь, там же есть всякое. В общем, надо этих косяков накапливать. Я задолбался туда-сюда ходить. Пускай они копятся по том, если что. Миша, если у тебя проблемы на лестнице возникают, так ты что-нибудь другое можешь делать. Стенки, например, собирать. Какая разница? Я фактически лестницу закончил. Не фактически закончил. Но тем более. А скажи... Блин, проверяет просто не очень охота. Мне интересно, тут блока нет или... А-а-а. Ну, понятно. Круто. У меня половина этажа вообще не прогрузилась. Ну, блин... Который ты строил. На следующей серии просто перезайдем все на сервак и посмотрим, что будет происходить. Ну, как еще тут предлагаешь? Молодец. Красава. Адова. Так. Влад, ты там электричество поставил? Да, их подсоединил. Блин, а как здесь тогда сделать? Куда их подсоединил? Нет электричества. Ну, я... Ну, где ты подсоединил? Блин, играй. Влад, вот что ты сделал? А-а-а... Твою... Эти... присоединил 3 этих к одному столбу он присоединил 3 печи поэтому все четыре контакта используется и я не могу подключить всю линию печек к электричеству потому что все занято ничего не понял но очень интересно слушай у нас да ладно за да забей тут слушай выходить сюда через эти никак нам надо выходить через эти а есть вообще эти площадки без всего да 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 ты давай поставлю без всего выйдет есть ты так вот так пускай она будет а здесь ну а здесь дальше наверх ну а тут надо чем-нибудь тоже закрыть может такими же площадками хоза я специально исследование изменили я специально без период поставил потому жилья дырка техника безопасности чтоб не выпустить не дыра отверстие не стал бы опоры запустили машинку я вижу да вот со стороны вам будешь разговаривать про черные дыры сразу скажи не дыра и отверстие черное люди ночью попадают а ты здесь днем не можешь в желе попасть ну как думал там просто застроена я как всегда это не вижу оказалось нет действительно отверстие когда это все кончится это жесткая какая-то серия это не серия жестко это просто адовые люди в общем ты понял да как тут прыгалки будут они чередоваться будет через одну она зеленым свалить я просто не могу понять где-то застроил а где уме не прогрузилась и это играю на шахматы как скажи называется кражи называется сапер для не не сапер там где на бумажке попал мимо из морской бой 2 сбой морской бой туда она самая причем сервис тубой потому что мимо ранен да захожу на кубики попал сейчас подожди в общем здесь вот эти межэтажные перекрыть они самые тонкие 1 на 1 метровый а там вот на основном цеху они толстые 4 метровый это я тебе просто предупреждают и опять наделаете чё кости говоришь медь и две ленты 3 уровня с железом готовы для транспортировки в цех ну так ладно готова так хорошо но просто чтоб ты в курсе был окай вот тут это лака делать филя где я стою вход делать с дверью к стенам зачем это это все глухо должен быть закрыт здесь стороны глухо так глухо так здесь нужно со столбами что тут замутить плен эти столбы надо потом будет что-то придумать какую-то тут расстановка столбам иначе куда-то получается ведь а проверь пожалуйста у тебя рядом там стол сколько у нас сейчас потребление идет часик он видя столб из них скажи там нормально направо что-то в контенту жареных гвоздей не хочешь кое-какой две сотни мегаватт из 900 на 170 сейчас проверю вот как интересно невидимые опять фундаменты это тут есть фундамент но я уже понял это кто он передо мной прям это испарился так то же самое только для стали теперь 2 а я сам на нет здесь нужно бетона бетон остался да 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 все тихо в пунктах бизнес но и чуть 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 у меня на бетон полу конструктор путь да конструкторы не плавил почему ну конструкторы да что с и как ты как ты здесь стоять и точно она есть да а ты проверь не сын на сто раз так делали честь сколько штук восемь на на бетоне хватит же да а у нас там 300 получается сейчас ты сказал это слово 45 потребляет питаться и производит хват остановить мне нужно потребление 6 7 надо 7 конструкторов 4 я понял что налагается почему у меня такие проваги иногда бывает этот дискор помните как прошлый раз в gta было у меня что я с телефона телефон перешел и пропало все ну попробуй перейти на ну куда там на темно что сейчас попробую или просто нафиг ты пластины все не подобрал там еще осталось щиток ты меня спрашиваешь или это утверждение тебя спрашивают ты же у нас основной потребитель пластины ну у меня пластин ну сейчас 250 есть спрашивать не забрал ли ты их все из этого из ящика откуда я знаю забрал их все или нет я знаю я забрался закачал а чё спрашиваешь тогда тогда еще не знал что если забрал ребята передача вокруг смеха что ли аншлаг аншланг по моему шутки за десятку те авансом кто-то донатил тебе шуток за десятку не хватает что ли тебе все-таки нужно как раз таки перебор я вообще между прочим большую часть времени не шучу даже не шучу тут плакать надо не шутить тут просто влада зачем шутить причем здесь влад то что в шутке право то больше не было просто генератор контентом все выбираем везде цемент чудеса какие опять невидимые на чем там же не терпеть надо да ладно перебьет весело живем такая у нас загогулина получается ладно я наверное потихоньку серии на этом буду заканчивать у нас потому что как раз сейчас записи прошел чтобы а я господи страхи какие были в желе ху прыгаю вниз часа вас там разберу не будем потихоньку заканчивать построили мы тут очень мало ну точнее построили то может быть она выглядит конечно эпично но тут еще делать делать вот вот эти цеха они у нас будут не знаю пока по что они будут тут скорее всего будут движки производиться в одном вот это будет не небоскреба это так просто будет отдельный цех то есть такая стартовая база небольшая там еще один такой же на кубы потом будет но это мы будем достраивать уже в следующей серии я щас за кадром здесь наверно поразбираю всякое разное на этом все всем большое спасибо за просмотр и надеюсь увидимся в следующий раз всем пакет